Слава, почему носите именно бабочки? Это ваша фишка, кто ее придумал? Объясню, почему. Многие спрашивают. Вот мне там на всех каналах, где я работал, с меня пытались снять бабочку. Вот давай снимем бабочку. Вот это все, это было на новом канале, снимем с тебя эту бабочку. Давай. Идите в задницу, бабочку мы не снимем. Объясняю, почему. Я когда, значит, пришел, я еще в школе, у меня даже еще школьные фотографии, где я в бабочке сижу. Вот мама очень моя любила, любит бабочки. Это такой признак интеллигентности, интеллектуальности и так далее. Я, значит, когда пришел на кастинг на новый канал, вот без бабочки, без очков пришел, значит, и там, вот я когда заходил в кадр, я снял, значит, очки и положил их так вот в кармашек, в пиджачок. Потом Маша говорит ей, Фарсинина, она лично проводила кастинг, говорит, ой, а мне подсказывают, что вы очкарик. Это правда? Я говорю, да, правда. Она говорит, а можете надеть очки? Я говорю, могу. Так я начинал. Ой, так это значительно же интересней. Она, значит, вот уже и пошло дальше там это все. Это значительно интересней. Вот, значит, бабочки не было. А потом, значит, бабочку придумывали, значит, Маша и моя стилист, которая, кстати, стилист и Маша, и Фарсинина, и Таня. Немченко совершенно гениальная. Таня, кстати, была вот последнего сезона «Голос Украину», она была главным стилистом. Совершенно гениальная Таня Немченко. Вот такой вот атрибут интеллигентности, интеллектуальности. Почему бабочка? Вот почему? Чисто вот анатомически, чисто физиологически. У меня длинная худая шея. Длинная худая шея. И огромный, вот если вы посмотрите, дорогие зрители, слушатели, читатели, огромный, выпирающий, уродливый кадык, прости господи. Его надо как-то скрывать, от него нужно как-то отвлекать внимание. Тут три варианта. Либо галстук, но галстук меня будет делать еще более длинным и еще более худым. Либо платок. А платок это получается. Либо Борис Моисеев, либо сразу ассоциация. Либо Борис Моисеев, либо Александр Васильев. Будда, нацепи на меня платок, и сразу получится какой-то Александр Васильев сидит. Мне тоже как-то, мне тут Снежана Егорова позвала к себе, типа, со ведущим попробовать ее быть в этим, на территории оппозитива, на канале прямой. Ой, давай, говорит, платок наденем. Я говорю, Снеж, я буду как Александр Васильев. Да, ты прав, не надо лучше. Остается только одно бабочка. И она мне идеально подходит. Что, все стилисты пробовали? Да, идут тебе, зараза, это бабочка, ничего не сделаешь с этим. Вот и все. Тут не надо изобретать этот. Бабочка, причем вот людям, если я уже разобрался в этой теме, у меня все будут. Бабочку, людям, у которых маленькая толстая шея, бабочка категорически не идет. Бабочка подходит только людям, у которых длинная худая шея. Все. А у меня еще вот этот, вот видите, кадык. А вот с тем, что бабочка здесь висит, кадык незаметно. Ха-ха. Вот так вот. Спасибо. И последний вопрос на сегодня, очень много вопросов. Есть ли конкуренция между телеведущими на украинском рынке? Как вам объяснить? Конкуренция есть всегда и везде. Но если ты профессионал, если профессионал, то как бы, ну, ты занимаешь свою нишу, ты занимаешься своим делом. Вот и все. Да, конкуренция, конкуренция, она, ну, как объяснить, конкуренция есть всегда. Да, там, так или иначе. Но я считаю, что я там, я уникален в своем роде где-то. Поэтому вот, собственно, так, как объяснить. Понимаете, мне от того, но у меня лично, у меня лично конкурентов нет. Нет, как сейчас объясню правильно. У меня лично конкурентов нет по одной простой причине, что я, ну, вот, объясните, каждый, вот, как у актеров, конкурентов, вот мы там, есть там, вот, замечательный актер Костя Войтенск, вот мы с ним говорили, вот ты когда, если ты профессионал, да, нельзя там обижаться, если тебя куда-то не утвердили. Если ты профессионал, то ты, как бы, приходишь, тебя там пробуют, да, и ты либо занимаешься, занимаешь свою, свою, там, свою, да, вот роль ты тогда, как ты, ты либо, если ты не подходишь типажно на какую-то роль, да, вот актер не подходит типажно на какую-то роль, а кто-то подходит больше на эту роль, ты чего обижаться? Это не твое. Значит, твое что-то другое. Все, чего обижаться. Поэтому мне вот то, что я такой, меня сложно с кем-то перепутать. Правильно? Правда ведь? Ну, сложно с кем-то перепутать. Поэтому где-то, с одной стороны, мне это очень помогает, с другой стороны, мне это очень мешает. Потому что есть вот ведущие, например, я не буду называть кто сейчас, чтобы никого в никаком случае не обидеть. Но есть вот ведущие, мы даже об этом, это когда-то Маша Еферсенина говорила, вот у ведущего должна быть обязательно фишка. Что такое образ ведущего? Что такое образ ведущего? Вот если ведущего, двух ведущих, можно так вот взять, поменять между собой головами и ничего не изменится, то это плохой ведущий. Значит, нет образа. Правильно? Вот я сейчас не буду называть фамилии никого, но я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Вот если двух там ведущих, мальчиков или девочек, вот так вот взять просто и поменять между собой головами. И ничего не изменится, потери не будет. Это наше. Где вот, где тогда фишка, где изюминка? А вот можно, например, фрейм вот с тем так головами поменять? Можно? Или, например, Еферсенину можно с кем-то головами поменять без потери сразу? Или, например, Притулу можно с кем-то головами поменять без потери качества? Понимаете, о чем я говорю? Или там тоже, прости господи, меня можно с кем-то? Ну, я не буду о себе говорить. Или там того же, я не знаю, кого еще возьмем. Зеленского можно с кем-то головами поменять? Понимаете? Ну вот. Вот об этом я и говорю. И с одной стороны это очень помогает, с другой стороны это там... Ой, нет, как это можно? Моментально ведь. А вот есть много там ведущих, которые, да, тоже сидят на информационных каналах, да? Которые сидят, их друг от друга можно не отличить. Да? А есть такие ведущие новостей. Вот, например, как Аллу Мазур. Разве ее можно с кем-то перепутать? Или как, например, Лидию Таран. Можно ее с кем-то разве перепутать? Или как Масейчук. Можно с кем-то перепутать? Эту и подачу, и эту эмоциональность, и этот эмоциональный натиск. Как помните, во время Майдана. Да, тут можно говорить, можно ли профессионально так делать, да, как она эмоционально во время Майдана, как она вот прям почти на срыве это давала, подавала эту информацию. Понимаете, о чем я? А есть те ведущие новостей, которые так это делают, что ты через пять минут забываешь. Настолько это безлико. Никого не хочу ни в коем случае обидеть. Это мое субъективное мнение. Но вот тут сейчас вот этот вопрос о конкуренции, да. Если ты делаешь профессионально свое дело, ты занимаешь свою нишу, тебе нет равных. С одной стороны тебе это помогает, с другой стороны тебе это мешает. Потому что ты вот не можешь быть универсальным солдатом. Потому что универсальный солдат, сюда, 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 эту дырку, эту дырку, эту дырку можно заткнуть. Но если ты не универсальный солдат, ты можешь очень, какое-то время, очень долго ждать своего вот этого места. Понимаете? Вот так вот. Хорошо, спасибо большое. Да, и вам спасибо огромное. Я безумно рад был всех вас видеть. Безумно рад был с вами пообщаться. И спасибо огромное за ваши очень интересные вопросы. Сегодня в гостях точка.нет был украинский телеведущий Вячеслав Соломко. Спасибо вам большое. Спасибо вам.